Добрый день, дорогие друзья! Сегодня разбираемся в хитросплетениях глобальных процессов с нашим дорогим гостем Геннадием М. Здравствуйте, уважаемый Павел! Всегда рад видеть вас и вашу очень любопытную аудиторию. Надеюсь, мы сегодня что-то интересное дадим нашим. Слушайте, ну, продолжается с нашей последней встречи и беседы продолжается множество интересных процессов параллельных. Очередное обострение на Ближнем Востоке, но полномасштабная большая война так и не началась. Из Соединенных Штатов Америки рассказывают о том, что Трамп по опросам социологическим уже очень серьезно оторвался от Харрис, хотя все эти СМИ, социологические службы всегда подтасовывают результаты в пользу демократического кандидата, потому что так уж повелось, что это часть элит, которая контролирует СМИ, она ближе к демократам и к финансистам. В Америке прошел масштабный циклон. Все думали, что это будет катастрофическое стихийное бедствие, первый циклон шестого уровня мощности, но нет. Оказалось, не так страшно, как все готовились. Есть версия, что это была попытка использовать климатическое оружие как раз под выборы, и из этого могли следовать далеко идущие последствия. Например, почему бы там не напечатать денег для помощи пострадавшим, а это бы определенным образом отразилось и на фондовых рынках, и на много чем еще. Вот что нам ждать дальше? Три недели до выборов. Чем теперь могут отвлекать, или какие козыри еще остались в рукавах у демократов? Чего вы ожидаете? Ну, я думаю, что мы, конечно, об этом можем поговорить, как о медийной технологии, но на самом деле ведь эти выборы ни на что не влияют. Ну, то есть для американских избирателей совершенно неважно, я имею в виду, нет, им, конечно, важно, им это все рассказывают, переключают на это и концентрируют их внимание, но для США практически мало что изменится от того или от другого кандидата. Да, будут какие-то, скажем там, своеобразные личные пристрастия, да, будут там какие-то программы разные, ну, например, вот сейчас нововведение Камала Харрис, значит, объявило о том, что она даст афроамериканскому населению то, что они больше, видимо, всего хотят, она им позволит продавать, не просто употреблять, а продавать марихуану, она даст им больше рабочих мест и преференции, то есть, например, если на одно и то же рабочее место будут претендовать, скажем, белые американцы или афроамериканцы, то афроамериканцы получат преимущество при оформлении, при устройстве на работу. Это все понятно. Почему это происходит? Потому что они же постоянно мониторят эту статистику, и по статистике афроамериканское население стало больше склоняться к Трампу, чем к Хамале Харрис. И, конечно... Он их чем привлек вообще, интересно? Да, он их привлек, ну, во-первых, тем, что они немножко разуверились в политике демократов в последние годы, потому что жизнь от этого лучше не становится. И никаких конкретных предложений, чтобы их как-то поддерживать, у демократов не было до сих пор. Но сейчас вот что происходит. Камала Харрис заявила, что она даст 20 тысяч долларов каждой афроамериканской семье без возвратных кредитов. Безвозвратный кредит. Я бы это вообще назвал, если так уже говорить в рамках демократии, давайте поиграем в эту игру, как будто мы с вами в нее верим. И это подкуп избирателей. Нет? Разве это не подкуп избирателей? Вот об этом я и вас и спрашиваю. Какие выборы американские важны не как результат, а как процесс? То есть фондовики отмечают, что уже там все лето американский рынок наладан дышит. И по вот этим всем статистическим данным должна уже начаться рецессия, кризис. Но его тянут за уши. Он показывает новые рекорды. Подкуп избирателей происходит на системном уровне. И как далеко зайдет эта игра? Вы знаете, я вам скажу, что такие вещи, как подкуп избирателей через поддержание фондового рынка, это дорогостоящие мероприятия, которые стоят денег. Деньгами сейчас сорить особо не хочется. А вот, например, объявление Трампа о том, что он сделает из США великую крипто-страну, легализует крипту, которая даст возможность американским гражданам быть независимыми в планах финансов и независеть от банков, это дешевый подкуп избирателей. Потому что даст он или не даст, это еще бабка надвое сказала. Но вы посмотрите, на какую аудиторию он это транслирует. 50 миллионов человек в США владеют криптовалютой. И для них это важная часть их жизни, поскольку через криптовалюту они планируют сберечь свои накопления, а также они через эту самую криптовалюту хотят стать богаче, понимаете? Но это такая многоходовочка, она дешевая, я бы сказал, более интеллектуально продвинутая, чем объявление, а я вам дам всем по 20 тысяч долларов, и возвращать не надо. Я вам дам кредиты, которые возвращать не надо. Но это прямой подкуп избирателей, и он будет стоить денег. Потому что если мы с вами сейчас посмотрим... Она же не может, например, выдать эти кредиты, например, афроамериканцам, то есть неграм, по-нашему говоря, и не дать их hispanic, вот этим латиноамериканцам, то есть иммигрантам из Мексики. Она же не может это сделать вообще, потому что те скажут, а что это за... Ну, как понятно, белые во всем виноваты, им ничего давать не надо, это и так ясно, и у них и так все хорошо, вы нам-то чего не даете. А давайте мы с вами посчитаем, какой у нас процент латиноамериканского и черного населения в Соединенных Штатах. Он чуть менее 50%. То есть это половина населения. Половина населения американских штатов, Соединенных Штатов, это где-то порядка 150 миллионов человек. Но пусть мы скажем, что в каждой семье будет 3 человека. 50 миллионов человек на 20 тысяч долларов. Слушайте, мне даже интересно стало. Давайте возьмем калькулятор и посчитаем. 50 миллионов человек, это у нас будет 50 миллионов человек умножить на 20 тысяч долларов. И мы с вами получим замечательную цифру. Ну, просто, ну вот что это за обещание? 1 триллион долларов. 1 триллион долларов. Камала Харрис готова выделить из государственного бюджета, из денег, в основном, всех налогоплательщиков на то, что... А, глядишь, и на Украину не останется. Да нет, ну это святое. Ну вы же святое-то не трогайте. Это святое, это геополитика, это вы... Ну просто человек выходит и говорит, когда меня изберут, я раздам триллион бесплатных денег вам. Вы только за меня проголосуйте. Трамп этого не делает. Но Трамп тоже смотрит на аудиторию в 50 миллионов, когда говорит, что мы позволим и легализуем все криптовалюты, отменим притеснения всякие криптовалютные и так далее. Мы сделаем Америку великой цифровой державой, не дадим другим странам ее опередить в этом направлении, в направлении вот этого блокчейна. Вот в чем дело. И это просто, мне кажется, это вот крайне важное заявление, и это такая инновация, и мне кажется, это впервые в истории выборов никто еще такого не делал. Никто не говорил, голосуйте за меня, я двадцатку заплачу. Ну просто такого никто не делал. Это инновация. Это просто инновация. Теперь, если мы говорим о выборах, да, действительно, если мы сейчас с вами пойдем на криптовалютную платформу, которая делает ставки на победу того или иного президента, то Трамп там все-таки в отрыве. И, как говорит его избирательный штамп, это гораздо важнее, потому что здесь люди, как бы вам сказать, свое мнение высказывают с помощью реальных денег. То есть, они реальным долларом голосуют за Трампа. А то, что там пишут демократы, ну мы знаем, что демократы пишут, они все, что угодно пишут. Я вот буквально сейчас там в своей закрытой группе опубликовал интервью бывшего, вот вздумайтесь, бывшего, вот представляете, Кристофер Стилл, да, это бывший агент Ми-6 британской разведки, внешней разведки, да. Вот, и он делает ряд заявлений в интервью телеканалу, где он говорит следующее, просто потезисно, вот подумайте, что делают русские, что делают русские сейчас. Первое, они повышают инфляцию в США через цены на нефть. Прекрасное заявление, Ми-6 заявляет вам, ну почти Ми-6. Дальше, управляют ОПЕК и ограничивают добычу. Русские управляют ОПЕК и ограничивают добычу. Дальше, контролируют потоки мигрантов на южной границе США, понятно? Там вагнера стоят и говорят, так, ты проходишь, ты не проходишь, или вы все идите, а мы вас сзади будем еще подгонять, мы заградотряды устроим, не отступать, все на Америку идут. Дальше, слушайте, это вообще мощное заявление. Русская разведка полностью управляет всеми картелями Мексики и США. Вот это номер. А можете представить объем этого трафика? Вы вообще, вот вы, я тут даже калькулятор брать не буду, потому что мы знаем, что недавно в Мексике прошли муниципальные выборы, так там просто мэра города голову на машину ему поставили, отрезали голову и поставили на машину. Я что-то слышал про эту демократическую процедуру. Да-да-да, вопрос, кто может себе позволить такой негодяйский поступок? Ну, конечно, Россия. Ну, понятно, это все Путин и весь наркотик. Представляете, какая Россия богат? Да ее не победить вообще. Если бы Россия принадлежала прибыль от всего наркотрафика в США и Мексике, а это половина мирового рынка, то вы понимаете, что шансов нет. То есть, просто вот, я вам просто еще скажу, это Кристофер Стилл, сотрудник Ми-6, делает такие заявления. И это что такое, ну, вот в рамках выборов? Это и есть технология, это и есть пропаганда для достаточно тупого населения. Потому что, если, например, вот русских, русские говорят глупые, да, там, они что-то неправильно делают, не того поддерживают. Все здесь в России неправильно, потому что русские очень глупые. На это сетует оппозиция, вот на, у них там был какой-то слет какой-то оппозиции где-то там в какой-то ближайшем. Называется «Не тот народ достался либералам», такой присказкой это характеризуется. Да, русские совершенно тупые, но если этим тупым русские... Это, это цитата врагов, это не то, что мы продержим, это осуждают. Это цитата рукопожатной, бело-сине-белой оппозиции. Кстати, русских я там не видел, в принципе, но главное, что о нас заботятся, так? Вот, так если бы вот этим русским, которые не догоняются их точки зрения, кто-нибудь сказал, что инфляцию в США повышает Россия, ну хорошо, допустим, половина поверила бы, но вот контролируют потоки мигрантов на южной границе США, и главное, что русская разведка полностью управляет всеми картелями Мексики и США, ну согласитесь, но русские бы не поверили. Ну, они бы порадовались, конечно, молодцы, там наша разведка контролирует потоки, но они бы не поверили. А знаете что? Демократический электорат, те, которые будут голосовать за Камалу Харрис, они все до единого поверили. Значит что? Значит это зло. И вторая часть вашего вопроса, они снизят ли это финансирование Украины, да наоборот повысит, наоборот повысит. Но посмотрите, что русские делают, они уже наркоту завозят чемоданами из Мексики, вагонами вообще. Вот, и еще интересная, еще интересная такая вещь, а сейчас же мы наблюдаем опять ковбойские захваты товарных поездов в США, это вот уже началось. То есть просто поезд останавливается на какой-то промежуточной станции, на него наскакивают ковбои, открывают контейнеры и прям грузят в машины, выносят оттуда какие-то вещи, какие-то товары. Вот это вот началось в США, это же тоже очень важно, поэтому Камала Харрис, видимо анализируя всю эту информацию, пришла к такому мнению, что надо раздать по 20 тысяч долларов, пообещать раздать по 20 тысяч долларов, что очень важно. Вот такие демократические процессы. Но все это напоминает, конечно же, спектакль, клоунаду уже, знаете, даже не для детей, для просто для детей с особенностями развития. Вот я бы так назвал это. Особенности развития. Можно ли это называть развитием? Вот какой вопрос. Нет, дело в том, что на новоязи, да, потому что развитие бывает обратное, прямое, отрицательное, положительное, да, там, например, там, отрицательное повышение ВВП состоялось в Германии, между прочим. Давайте проговорим все-таки больше про финансово-экономическую часть вот этой всей клоунады. У нас практически сошла эта тема на нет, про огромный американский долг, но вот как-то некоторые экономисты говорят, что это все-таки может сыграть свою роль. Будут деньги, да, вот на геополитические все вот эти авантюры. Ваши ожидания, что будет с Америкой и, главное, с мировой финансовой системой? Если у них там начнется кризис, насколько это жестко отразится на России? Во-первых, Америка – это финансово государство, образующее финансовую монополию и финансовую систему мира. Если у них там что-то произойдет, отразится на каждом из нас. Это совершенно точно, это даже не подлежит обсуждению. Точно отразится. Насчет того, будет ли это вообще? Да, будет. Но я вас уверяю, они настолько изобретательные, они настолько хитрые, и у них эта технология, она вызревала тысячелетиями, что они поступят так, как ни мы, ни вы, ни кто, ни я, мы не ждем даже, как они поступят. Мы даже не можем себе предугадать, как они это сделают. Но то, что эту историю надо как-то трансформировать, это правда. Да, действительно, это правда. Потому что с таким долгом отдать его уже невозможно, это совершенно понятно. Хотя Трамп говорит, что это основная его задача в экономической сфере, если он придет к власти, он будет сокращать американский долг. И он даже знает как, как он сказал. Ну, как именно, он не объясняет, но он будет сокращать американский долг. Я просто, знаете, когда... А какие версии вообще? Да, я когда был, значит, очень молодым, появились первые компьютеры, и я любил играть в Сим-Сити. И я, ну, это даже ребенку понятно, да, что если ты поднимаешь налоги, если тебе нужно сократить долг, ты поднимаешь налоги, то граждане недовольны. Потом начинают... Город начинает разваливаться, начиная с окраин. Там гаснет свет, там начинаются какие-то грабежи, потом начинаются забастовки, бунты и так далее. То есть, это не выход поднимать налоги, а выход какой? Строить социальные объекты, электрические станции, жилье. Тогда население будет спокойно и довольное. Вопрос, а где брать деньги? Увеличивает заимствование опять? Есть потолок, до которого его можно увеличивать, а после которого увеличивать нельзя. А вот здесь прошла новость, что мало того, что в международных расчетах, ну, в частности, в некоторых странах БРИКС уже преобладают национальные валюты, но если вот мы берем Россию и Китай, там 90%, и это даже не потому, что Китай и Россия так ненавидят Соединенные Штаты, этот доллар, как говорил Жириновский, вонючую, грязную, зеленую бумажку. Нет, не поэтому, а потому что им просто закрывает такую возможность. Сейчас даже юани, вот, например, из России невозможно отправить в Китай, потому что этот платеж идентифицируется как платеж из России, и ничего никто поделать не может, китайские банки от этого отказываются. Вот, ну, я не говорю про американские, потому что корсчета, вот, наши компании не обслуживаются в китайских банках по корсчетам в долларах США. Это практически невозможно, потому что это вызовет вторичные санкции. Поэтому людей подталкивают к бартеру. Вот здесь уже пошел первый бартер, то есть, в одну страну пошло российское зерно, а в обмен пошла техника и какие-то материалы, которые необходимы в России, и в России не производятся. То есть, нас уже довели до состояния, до денежной, до безденежной эпохи, до состояния бартера. И, кстати, в принципе, неплохо это все получается. А вот вначале вы мне задавали вопрос про климат, да, и климат, конечно, ну, это просто такой климат. Вот, и это же тоже важные, важные пункты и предвыборной программы, и общей политической повестки, и глобального цифрового пакта ООН, который мы с вами обсуждали в прошлый раз. Это краеугольный камень всей этой повестки. И, естественно, основная идея в климатической повестке, она состоит в том, что люди непомерно эксплуатируют землю, соответственно, повышаются парниковые газы, их объем в атмосфере. И из-за этого повышается температура, и, в общем, все плохо. И даже коронавирус появился именно из-за глобального потепления. Конечно. И других вариантов. Если бы температура была ниже на 2,5-3 градуса, коронавирус бы просто не поднялся. То есть, это не его тема, он бы сказал, да ну его нафиг, ну, блин, ну холодно, ну, ребят, реально, давайте что-нибудь пожарче. И где он появился? В жаркой стране, кстати, не в самом жарком городе Ухани, ну, неважно. В общем, климатическая повестка, это очень важно. И когда мы, или такие, как мы, начинаем говорить о том, что существуют, что это рукотворные процессы, я имею в виду катаклизмы, природные катаклизмы, которые шагают по планете. Нам всегда говорят, ну, вы вообще с ума сошли. Ну, вы что уже себя, роль Господа Бога на себя примерили, как вы управляете погодой. И здесь, значит, оказалась такая интересная заметка, что есть же такая социальная сеть, мета, бывший в Facebook, запрещенная в Российской Федерации, признанной экстремистской организацией. Так вот, она с некого момента стала блокировать распространение списка патентов на модификацию погоды в Google. У Google есть Google Patents, где вы можете вбить номер любого патента и посмотреть его содержание, абстракт там, все эти картинки там и все остальное. Так вот, оказывается, заблокированы патенты, патенты начиная с 1891 года. Представляете, чем заняты были их мозги? С 1800? 1891 года. За 130 лет. Да. И я размещу, конечно же, ссылку, пришлю вам, мы разместим в описании, для того, чтобы прям прямая ссылка на эти патенты. Давайте, давайте, да. Чтобы это не было похоже на какую-то конспирологию. А я просто кратко пробегусь по патентам. Например, патент номер 0462795 от 16 июля 1891 года называется «Способ вызывания дождя». И я вас уверяю, что это не заклинания и не ведьмовские танцы с бубном вокруг костра. Следующий патент 803-180, 31 октября 1905 года. А средства для вызывания высокопотенциальных электрических разрядов. Это что такое? Это вообще что такое? Дальше пробежимся. 13-й год. Дождевой агрегат. 15-й год. Процесс устройства вызывания осадков путем объединения водных частиц, содержащихся в атмосфере. Это, пардон, как? Вы сидите на земле, где-то там в атмосфере. В 2018 году образуются какие-то частицы, как в их. А есть целый патент. Дальше. 18-й год. Процесс устройства для получения стимулирования дождя. Перейдем на 20-е годы. Процесс и устройства для получения интенсивных искусственных облаков, туманов или дымок. 20-й год. Способ получения туманных занавесок. Тридцатые годы. Распыляющая насадка для выпуска самолетных двигателей. Что такое? Ребята, это же иммерсивные следы. Мы же знаем с вами, что мы физику не изучали. А тут, оказывается, нет. Распыляющая насадка. Патент 27 декабря 1932 года. Дальше. Оборудование распыления для самолетов. В общем, все 30-е годы, здесь около десятка патентов, они в основном заняты тем, как правильно установить оборудование для распыления каких-то частиц над атмосферой. 40-е годы. А 40-е годы что у нас? Бушует Вторая мировая война. Патенты США. Производство искусственного тумана. Смесь для производства искусственного тумана. Устройство воздушного разряда в атмосфере. Война закончилась. 50-е годы. Метод образования и осаждения кристаллов. 24 октября 1950 года. Да мы о чем говорим? А какая там ДАРПа и все остальное? ДАРПа еще в те времена не было. Хотя нет, 48-й год. Дальше. Метод генерации дыма из йодистого серебра. Так, так, так. Ближе уже приближаемся к алюминию. Уже сейчас дойдем. Дальше. 24 апреля 51-го года. Процесс управления погодой. Устройство распределения металлов для самолетов. Дальше. Парогенератор. Метод устройства для обнаружения мелких частиц, образующих кристаллы, взвешенных в газообразной атмосфере. Ну и так далее. Я вам сейчас могу сказать, что вот где-то 56-й год был вообще глобальный процесс управления погодой запатентован. Процесс конденсации атмосферной влажности, растворения дыма. Ну и генерация электрических полей и так далее. Вот полный список есть на сайте. По ссылке мы это все приведем. И вот мы плавно переходим от климатических проблем. Значит, если уже с 1891 года, я напомню название самого первого патента, который был зарегистрирован 16 июля 1891 года, способ вызывания дождя, то сейчас мы увидим, что происходит у нас с вами в мире. Если мы помним, то тайфуны, вот такие вот смерчи, да, они, в принципе, всегда появлялись в прибрежных зонах океана. То есть, где есть береговая линия океана, там всегда происходили образования неких природных смерчей, тайфунов, были огромные дожди, и природные наблюдения об этом говорят. Но буквально сегодня, буквально сегодня я нахожу видео. Город Клин, Московская область, ураган в Подмосковье. Я вижу на этом видео, что, ну ладно, посрывало крыши, иногда срывает крыша бывает. Вот там у моих знакомых на даче бассейны летают по участку, а потом в групповом чате пишут, никому не залетал наш бассейн, он такой серенький, на нем там дельфинчик нарисован. Ладно, бассейны летают, это такие парашюты, но здесь, знаете что, это Московская область, Клин, и это сейчас, 24-й год, столбы повырывало бетонные заборы, столбы бетонные, господа, никогда в России бетонные столбы ветром не вырывало, это правда. Ну, я пропустил эту историю, это правда странно. У них же маленькая парусность, у них небольшая площадь поверхности, они круглые, наверное. Стоп, давайте так, ну давайте, там есть провода, и вы, если помните, мокрый снег на них налип, да? Парусность немножко была увеличена. Ну, во-первых, вес немножко, ну я помню просто такую же историю в 2009 году, когда на Москву обрушился ледяной дождь, замерзли провода, электричество пропало, аэропорт Домодедово обесточился, самолеты перестали летать. Я, кстати, в этот момент находился в аэропорту Домодедово и снимал на айфон, как там при свечках люди ходят, и тут же опубликовал, и что интересно, мне позвонило агентство Reuters и попросило у меня разрешение дать это в горячие новости, мое видео, это было такое, действительно, но я не видел, чтобы падали ни один столб, ни два, а бетонные столбы в Клину, Подмосковье, Московская область, повырывало. Ну, глядя на широкий список патентов, зарегистрированных в Гугле, я приблизительно понимаю, откуда это все пошло, ну я про эту тему немножко больше знаю, и общался с учеными, я разговаривал с одним из разработчиков, мы даже делали эксперимент, одну из группу наших ученых пригласили в одну из арабских стран, не буду говорить в какую, и сказали, что заплатят им 10 миллионов долларов, если они на протяжении суток вызовут дождь в пустыне, где его никогда не было. Но что интересно, сейчас мы смотрим... А получилось у них, что там было? А? Получилось вызвать дождь? Да, получилось вызвать, они долго не получалось, они построили антенное поле, это были столбы, это приблизительно 25 гектаров территории, это были столбы с проволокой какой-то, там, естественно, был какой-то генератор частот, большой трансформатор, потому что нужны определенные частоты. Да, действительно, там пошел дождь, но это им понравилось, они выделили деньги на это, выделили финансирование, это, между прочим, арабская программа, она никак не связана с американской, это разные вещи. И к чему это привело? А к тому, что в Эмиратах начали, и в Саудовской Аравии начали строить поля и выращивать финики. Вы знаете, финик – это интересное растение, оно очень любит такой климат, как в пустыне, но ему нужна вода, то есть ему нужен полив. И финик, килограмм фиников для того, чтобы вырасти, употребляет две тонны воды. То есть для того, чтобы вырастить килограмм фиников, нужно потратить две тонны воды. Представляете? Серьезно? Да, так вот сейчас, очень интересно, результаты этих всех экспериментов. Ну, во-первых, мы видели в этом году в ОАЭ этот результат, когда люди в гаражах подземных по пояс в воде стояли, ждали, пока их эвакуируют оттуда. Да, там был самый настоящий смерч, ураган и ливень. Такого не было за всю историю этого места. Второй момент, снег, верблюды немного ошалевшие, удивленные, ходят по снегу в пустыне. Это тоже мы с вами видели. А сейчас мы смотрим гугл-карты, и в самом пустынном районе Саудовской Аравии горы начали покрываться зеленью. Там уже кустарниковая растительность произрастает. Это что такое? Это изменение климата. И я не думаю, что в пустыне, где средняя температура летом порядка 32 градусов, ну, это ночь плюс день, каким-то образом на это повлияло глобальное потепление. Хотя мы в этом не разбираемся. Еще раз говорю, я не климатолог, я вообще ни в чем не разбираюсь. Но, тем не менее, если в пустыне начинают расти кустарниковая растительность, в горах причем, то это просто говорит о том, что кто-то поработал с патентами, которые он перечислил в гугл, искусственное вызывание дождя, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому климатическая повестка, она стоит достаточно остро. Современный пророк, я не знаю, какой из них, там, 13-й, 13-й пророк, Клауд Шваб сказал, что мы еще настрадаемся от климатической повестки. Еще мы с вами, мы еще все поймем, что мы ведем себя неправильно. Я так понимаю, что сейчас это в какой-то уже такой фазе. Но самое интересное, что вызвать, почему смерчи никогда не было в Хартленде, то есть в этой Евразии огромной, потому что она отстоит очень далеко от океана, от тех мест, где образуются эти потоки, она неровная, вся Евразия, это почти сплошные горы, и вызвать здесь какие-то подобные явления к флоридскому тайфуну, ну, там совершенно невозможно, да, шторму. Но, тем не менее, вызвали, смотрите, Московская область, бетонные столбы впервые повалила. А это просто говорит о том, что сейчас, я не знаю, я посмотрел там, я, кстати, его можно включить, это видео, я вам его перешлю, я посмотрел, ну, крыши-то у всех снесло, посносило, понятно, крыша, там высокая парусность, поддевает ветер и сносит. Заборы тоже повалило, потому что они из металлопрофиля, и даже из штакетника заборы все повалило. Но столбы, это очень серьезно. Я сейчас просто на это все посмотрел, меня это достаточно сильно впечатлило, и я понимаю, что в случае, если я решу себе построить какой-то дом, то он будет больше похож на бункер железобетонный. Мне кажется, это материал 21 века, железобетон, все остальное, мне кажется, уже не актуально в наше время. Тут же напрашивается главный вопрос, так зачем они все это делают? В чем смысл? В чем логика? Мне тоже известна определенная информация о такого рода исследованиях, и как мне объясняли. Вот, например, научились контролировать ветер. Определенная технология позволяет ветерку дуть вот в нужном направлении. Северо-западный ветер. Если мы берем, если мы берем, запускаем самолетик, то экономия на топливе и скорость доставки груза резко возрастает. То есть это, возможно, чисто экономические такие вещи, ну и в военных целях тоже скорость переброски каких-то там вещей. Понятно, но изменения Сахары, Саудовской Аравии или урагана над Россией, это можно считать уже как провокацией. Меня особенно зацепило в вашем рассказе то, что у разных стран есть свои технологии и потенциально любая страна может сломать мировой климат, не спрашивая у никого. И даже Клаус Шваб об этом не будет знать. Какие-нибудь саудовские шейхи проведут эксперимент, который выйдет из-под контроля. Ну как-то это прям напрягает. Да, действительно, потому что атмосфера, она достаточно, ну просто это замкнутый такой шар вокруг Земли. И если мы в одном месте повышаем давление, то в другом оно понижается. Если мы в одном месте увеличиваем влажность, то где-то что-то высыхает. Если мы в каком-то месте, а сейчас везде, понижаем уровень грунтовых вод, ну давайте подумаем, куда в замкнутом пространстве деваются пресные воды. Вот буквально в Подмосковье, это мои наблюдения, если, ну скажем, лет 15 назад колодец в Московской области, в Химкинском районе, это 4 кольца, ну 5, и вот тебе колодец, и ты десятилетиями живешь и пользуешься водичкой из этого колодца, то сейчас начинают рыть 12-20, воды нет. Нет, ну конечно, грунтовка, верховка набегает туда, но это не колодезная вода, это верховка, когда дождь. А когда дождя нет, то что мы видим, подрывает, это у меня друг, у него частный дом за городом. Там же не только дождь, там условно говоря, у нас почему-то лайк все время всплывает. Если, например, у человека на участке обычный такой классический деревенский туалет, то все это переходит в грунтовые воды, и эту воду пить нельзя. Слушайте, вы так говорите, как будто это самое опасное химическое вещество, которое из этого туалета идет. Самое опасное... Учитывая, что сейчас люди едят, и какое здоровье... Да, да, все, что продается в магазине, оно еще более опасно. Вот сейчас последняя новость. Не хочу, чтобы на меня в суд подали. Одна знаменитая фуд-сетка Московской области, пищевая, известная, потравила людей зефиром, потому что в зефире был мальтозный сироп, но это кукурузный в качестве подсластителя, то есть сахара, и у людей начались проблемы, у множества людей. Мы уже с вами лобио поели, помню, в одной сетке, в другой попили какого-то кваску там. Это, кстати, такие происшествия используют для разборок между сетями, потому что сегодня уже дополнили информацию, там не только сеть, название которой начинается на вкус, но еще и сеть, которая называется на пять, еще сеть, которая называется на перья. Вот они все потравили, потому что все брали это дело в производители этого зефира, но шумиху подняли вокруг одной сетки, поэтому там все не просто так. Нет, безусловно, не просто так, я вам просто вернемся еще к колодцам и к этим самым деревенским туалетам. Это не самое опасное загрязнение, вы знаете. Факт в том, что просто мы говорим об атмосфере, это замкнутая система, она очень взаимосвязана со всем. Да, мы понимаем, что если мы приблизительно добываем, ну, например, Россия добывает 600 миллионов тонн нефти в год, и ее добыча это 12% мировой, значит, все остальные добывают пару миллиардов тонн нефти в год, да. Миллиард тонн, ну, грубо говоря, конечно, нефть легче воды, но будем, допустим, это там 2 миллиарда кубов. На то место, откуда выкачали нефть, вы знаете, как технология, сначала бурится скважина, нефть идет под давлением, потом она перестает идти под давлением, ставят кусты, так называемые, вот эти качающие установки, потом она уже залегает совсем на дно, и невозможно, и как ее делать? Туда закачивают огромное количество воды, вода тяжелее, она опускается в нить, выдавливает нефть в верхние пласты, и выкачивает эту воду. Вопрос, а как бы, куда вода одевается пресная? Ну, во-первых, она одевается в эти выработки, во-вторых, помимо нефти, человечество добывает огромное количество полезных ископаемых, оно делает большие шурфы, шахты, что делается с шахтами, мы с вами часто слышим, взрыв метана и затопление, правильно? То есть, когда человек вынимает огромное количество породы из-под земли, вода, естественно, стремится вниз, вода туда попадает. То есть, уровень пресных вод действительно падает, и в этом большая роль принадлежит человеку, прям огромная роль, потому что человек изымает из земли, делает там пустоты, и вода занимает эти пустоты. Вопрос этой пресной воды, ее скоро не будет, с ней большие проблемы с пресной водой. Вообще с пресной водой на планете Земля огромные проблемы, и приблизительно 40% населения, 40% населения испытывает недостатки пресной воды, а 20, вдумайтесь, каждый пятый человек на Земле каждый день сталкивается с очень серьезным выбором, что ему сегодня сделать, помыться или попить. Такие проблемы у нас есть с питьевой водой в мире, это пятая часть населения. Я на всякий случай отмечу, что, например, в Донецке выбор такой же стоит во многих районах, и в некоторых населенных пунктах России, так сказать, международопризнанных пунктах России, тоже есть такая проблема. Поэтому, да, это не только про Африку. Это... Нет, уже давно не про Африку, потому что, смотрите, да, я понимаю, что, если мы посмотрим даже на Центральную Россию, на Московскую область, да, ну, что такое Московская область? Традиционно это болото, но мы же знаем, что это болото. Но это болото за последние 20 лет настолько осушилось, что вы помните торфяные пожары, да, это о чем говорит? Когда вода из болота уходит, торф высыхает, кинь спичку, и он будет гореть бесконечно и долго, и глубоко, и ты его никогда не потушишь. Так вот, люди сейчас покупают участки в Подмосковье, строят себе дома, вызывают бурильную бригаду, ну, вы же знаете, две с половиной тысячи рублей метр. И бурильщики говорят, мы не знаем, покажите, где бурить, мы побурим, у нас нет лазоходцев, мы не знаем, в каком месте бурить. Они начинают бурить, ну, там, 30 метров, там еще, ну, 60-90 тысяч рублей, ну, ладно, потянем. 30 метров прошли, воды нет, 60 прошли, нет, 100 прошли, нет, 150 прошли, пардон, уже полмиллиона человек заплатило. А дальше они спрашивают, нам все равно, у нас обсадочная труба есть, оборудование есть, выклад деньги, платите, вы уже полмиллиона нам заплатили, или 600 тысяч, дальше-то бурим или нет? И, как бы, человек говорит, да нет, вы знаете, что-то как-то мне неохота. А потом начинается, продается участок с живописными видами рядом река, ягоды, грибы. Потому что, если, то есть, в целом вода есть, есть Москва, река, Ака, очень много омывает, да, вода есть она, но вот в том конкретном месте, где ты живешь, ее не будет, потому что уровень грунтовых вод, и в том числе артезианские источники, они куда-то уходят, они куда-то ушли. Так вот, эти все погодные машины, они поднимают воздух, то есть, привлекают достаточно большое количество той же самой пресной воды в тех местах, где ее быть не должно. Если на протяжении последних, там, 10-15 лет, когда эти эксперименты начались в Саудовской Аравии, туда выпадало какое-то количество осадков, достаточное для того, чтобы там появилась кустарниковая растительность в горах, в пустыне, то вопрос, а откуда она взялась? Эта вода, она же пресная, пресная, да, она в атмосфере, да, что у нас атмосфера стала суше, или может быть у нас влажность воздуха в целом по миру понизилась, там же считают, что у нас температура повысилась, может и влажность воздуха пора измерять, как она понижается, и скоро наступит глобальная засуха. Вот эти все сложные климатические вопросы, я не специалист в климате, я не могу сказать, как, от чего это все зависит, но просто нам говорят, что человечество виновно в повышении температуры и в изменении климата. И я, как бы я не любил вот этих глобальных климатологов, глобальную климатическую повестку, но я вынужден подтвердить, что из того, что я наблюдаю своими глазами, роль человечества, вот, например, в обезвоживании, в потере пресных водоемов и понижении уровней грунтовых вод, она очень высокая. Это именно человек так сделал, чтобы это было. Это именно капитализм так сделал, чтобы это было. У меня тут иногда, знаете, я так задумываюсь, нельзя людей делить на плохих и хороших. Я думаю, что все люди хороши, да, я думаю, может быть, просто вот глобалисты, они настолько заботятся о человечестве, о будущих поколениях, все, как они пишут в цифровом пакте ООН, что им действительно настолько они переживают, они прям ночью спать не могут из-за того, что какой-то Петров в Химкинском районе добавил еще 22 кольца в свой колодец, а там все, воды нет и нет. Они заботятся о будущих поколениях жителей Химкинского района, в частности, понимаете, может быть, вот так, смотрите, логика у них прямая есть, тут не попрешь против логики, это же правда, что вы думаете на этот счет? Ну, я думаю, что будущими жителями Химкинского района по их планам должны быть бурундучки, белочки и кабаны, вот, и для них, конечно, стоит избавиться от лишних вот этих вот двуногих обитателей, поэтому, конечно, если мы оцениваем хороший человек или плохой по его отношениям к братьям нашим меньшим, то это самые потрясающие люди. Более того, я вам скажу, еще последняя новость, последняя новость, какая прекрасная вообще новость о том, что европейские банки призвали, то есть, думайте, банк международных расчетов, Центробанк, Центробанков, призвал европейские банки сократить финансирование предприятий сельскохозяйственной отрасли. Для чего? Для того, чтобы они не не оказывали никакую, я вот сейчас просто пытаюсь набрать климатическую нагрузку, понимаете? Сейчас, если бы я нашел это, я бы это сказал. Вот, то есть, логика прямая. Если не финансировать сельское хозяйство, вот если его не финансировать, меньше, не давать кредиты фермерам, то будет меньше коров, меньше парниковых газов, меньше СО2, меньше закисления почвы, понимаете, да? Это же тоже экологически верно. Вопрос в другом. Если они говорят, что они гуманисты, заботятся о людях, куда вот эти люди денутся, которые едят вот это все, что выращивает сельское хозяйство, вот эти продукты, они чем будут питаться? А может быть, вот эти сумасшедшие люди, которые говорят, что, дескать, будет вот скоро голод, да? Может, они не врут, может, действительно, правда, наступит голод. А вот еще, например, смотрите, Дания, это же прогрессивная страна, да? Дания очень прогрессивная страна. А Дания вот ввела климатический налог на авиаперевозки, понимаете? То есть, самолет летит, вы заплатили за билет, и в каждом билете будет климатический налог. Но интересно, от налога будут освобождены частные самолеты, самолеты правительства, а платить будут обычные люди. И ставка будет зависеть от расстояния в пути, понимаете? Вот вы садитесь на самолет, вы платите климатический налог. Вопрос в другом, куда этот налог пойдет? Может, он пойдет на финансирование научных проектов, которые будут придумывать дальнейшие меры по борьбе с изменением климата, ну, например, запретить финансирование сельского хозяйства. Это целый НИИ надо создать, посадить туда человек 100 именитых климатологов, которые сидят и работают, и вот у них требуют отчет в конце месяца, что, какие меры, как нам спасти планету. Они говорят, так все элементарно, давайте прекратим. А вы же знаете, что в Европейском Союзе фермерские земли получают дотации. Вы знаете, да, там есть на каждую корову 400 евро, на каждый гектар 1400 евро, в зависимости от культуры фермер получает дотации государства. Для чего это делается? Без дотации он не выживет, а если ему не давать дотации, то продукты питания вырастут 3-4 раза, и, соответственно, вся социальная система Евросоюза, она развалится от этого. Ну, просто людям не за что будет покупать. Вот как вы считаете, зачем же все-таки развиваются вот эти технологии изменения климата? Почему их секретят вот эти патенты? То есть, ну, очевидно же, для чего они развиваются, потому что, вот смотрите, если мы говорим, вот допустим, я вот глобалист, да, я вот глобалист какой-нибудь там, вот там член королевской семьи британской, Виндзоров, делает громкое заявление, которое вы слышали, что я мечтаю после смерти стать смертоносным вирусом для того, чтобы убить как можно больше двуногих, для того, чтобы они сволочи, негодяи, не загрязняли эту планету поганую. Вот допустим, вот я так считаю, меня убедили, это мое убеждение, понимаете? Вот что мне делать? Какой комплекс мероприятий я должен предпринять? Так это одно из них, это же самое лучшее, что может быть. То есть климатическое оружие обязательно приведет к потере, к снижению производства сельхозпродуктов. А если снизить производство сельхозпродуктов, то что? Популяция начнет сокращаться. Вот и все. Она же начнет сокращаться, как если жрать нечего, ну кто рожать будет? Хотя, хотя, честно говоря, вот в Бангладеш проблем с популяции нет никакой. Там нет ни воды, ни еды, этого очень мало. Там живут самые бедные люди, практически самые бедные люди на всей планете, но при этом они жутко размножаются. Поэтому я здесь начинаю сомневаться, что их методы верны. Я вот думаю, что если бы меня глобалисты наняли консультантом, я бы им сказал, не-не-не, это ни в коем случае делать нельзя. Вот смотрите, в странах, в которых много воды, еды, и люди очень богатые, типа Норвегии, да, они же прекрасно вымирают, смотрите, они сокращаются вообще такими темпами, вот в Швеции скоро не останется население совершенно, а в Финляндии, например, Финляндия, это же вообще страшная проблема, там даже сейчас, вы знаете, вот эта политика child free, это одно, а политика оказывается, что не надо с женщинами бороться, там давать им контрацептивы со школы начинать, научить их принимать контрацептивы, там и так далее, а бороться надо с мужчинами, надо их просто заставить бояться женщин, как их заставить бояться женщин, а очень просто, дать женщинам такие права, ну как в США, например, вот, например, тебя могут за абьюзинг посадить, если ты работаешь с женщиной в одной конторе, там в одном офисе, и ты на нее как-то так посмотрел, так она тебя может засудить, ну первое, что тебя уволят с работы, второе, ты заплатишь компенсацию за моральный вред, и третье, ты смотреть на женщин уже не будешь, так вот в Финляндии этого эффекта достигли, там мальчики не хотят с девочками никуда ходить, вместе они садятся, играют в игрушки, ходят в кино, а если девочка ему говорит, что давай сходим в кино, он сразу начинает просчитывать, так, стоп, 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 а чем это может закончиться, не-не-не, я пожалуй не пойду, извини, вот, это во Франции там еще как-то так более-менее, более свободная такая страна. То есть это пропаганда child-free административными мерами, которые в России тоже имеют место? В России имеют место абсолютно все глобалистические процессы, и то, что нас заставляют поверить, что в России как-то по-другому, да, декларативно у нас чуть получше с гендерной повесткой, это да, но, вы знаете, в моральном кодексе строителя коммуниста, коммунизма, была такая фраза, что о человеке судят не потому, что лично сам он о себе думает или говорит, а по его действиям. Да, мы много говорим о традиционных ценностях, о том, что мы не приемлем новую гендерную повестку, о том, что мы выплачиваем материнский капитал, государство изо всех сил старается не допустить демографического провала, но что происходит, на самом деле этот провал шагает миллионными шагами, по миллион человек мы вымираем, поэтому смотреть надо не на то, что говорят, это же то же самое, как ваш первый вопрос, связанный с выборной программой в США, что они говорят, что говорит Камала Харри, что говорит Трамп, да неважно смотреть, что они говорят, вы посмотрите, что они делают, делали, и всегда будут делать, и более того, будут делать, независимо от того, кто там будет, Трамп, Камала Харри или еще кто-то, поэтому, конечно же, они могут говорить все, что угодно, вот что они точно говорят, все, что климат очень сильно меняется, вот я сейчас смотрю, в Китае, оказывается, произошел сильнейший тайфун за всю семитысячелетнюю историю Китая, и скорость ветра достигала 252 километра в час, я просто смотрю, здесь машины летят, у нас еще машины не летали, только столбы валятся пока, вот, это, а в Китае вообще, посмотрите, за 24-й год в Китае было уже десяток потопов, тайфунов и всего остального, вопрос, кто это делает, а надо подумать, а может быть, это вот этот самый Энтони Блинкин, который летал в Тайване, который заявляет, что главной угрозой для США является Китай, давайте дальше логически продолжим цепочку, а если у США есть климатическое оружие, а оно точно есть, да, вот эти 155 патентов с 1891 года, они существуют, ну, не будет же никто писать патенты просто, ну, вот, допустим, я тоже могу сейчас зарегистрировать патент на скоростную левитацию из Москвы в минеральные воды, я могу запатентовать за собой, это мое право, никто не имеет права левитировать из Москвы в минеральные воды, но я этого не сделаю, а дальше что я буду делать, ну, конечно, еще 152 патента таких, левитации из Москвы в Сочи, левитации из Пекина в Тайвань, допустим, вот, это, никто не будет делать пустых патентов, если вы знаете, для чего создано патентное право в США, оно создано только для одной цели, для того, чтобы закрепить право на все инновационные разработки за крупными транснациональными корпорациями, только эта цель и больше никакая, и, кстати, я ссылку пришлю, вы можете посмотреть, кому принадлежат те или иные права, я помню, когда Никита Сергеевич Михалков, наш цареборец, значит, наш светочий, луч света в нашем темном царстве, рассказывал о каких-то патентах Microsoft, там, под номерами, наверное, не цареборец, а царебожец, царебожец, извиняюсь, да, царебожец, когда он рассказывал про вот эти патенты с шестерками, все его анафеми предали и сказали, да что он говорит, да что он вообще там рассказывает, вот, но, если на самом, а я, знаете как, они поругали его, Никита Сергеевича, а я вот полез в эти патенты и взял их, внимательно прочел, а там много материала, там может до 50 страниц абстракт быть, ну, там все описание патента, они просто у меня волосы дыбом стали, так на самом деле, так и есть, и я тогда записал видео в защиту Никиты Михалкова, Никиту Михалкова надо защищать, вы знаете, потому что, Никита Сергеевич, мы с вами, Никита Сергеевич, мы с вами, да, да, я даже вот читаю последний роман о последнем оставшемся в живых классе Капелевина, там где семейство Михалковых-Ашкеназов боролось за добросуд, добросуд, ну, так Россия будет в будущем называться, доброе государство или добросуд, вот, и боролись за права добросудовцев, добросуд мне нравится, мне нравится, да, хорошее государство, так что, то, что они говорят, если вы говорите, а какие цели, смотрите, цели они уже задекларировали, нам сейчас с вами не надо рассуждать на тему и думать, какие цели, мы их можем у Клауса Шваба посмотреть, у Харария, например, он же замечательный человек, там же все, причем мне Харария даже больше, чем Шваб нравится, потому что, когда Шваб говорит, что мир ждет a major cyber attack, вы видели, как он это разговаривает, мне это напомнило прямо вот кадры с фильма про доктора зло с Майком Майерсом в главной роли, значит, а Харария прям объясняет, зачем это делается, для чего это делается и как именно это будет делаться, поэтому, три месяца назад по всему миру вдруг произошел крупный компьютерный сбой, но мы считаем, что это всего лишь была репетиция, что-то более масштабного. Да, мы же знаем, что перед известными событиями пандемии было мероприятие 201, тренировочно, это была репетиция, но это была теоретическая репетиция, а здесь практически, конечно, ну, подумаешь, там, пару десятков миллионов человек увидели синие экраны, ну, мало ли, я вот у меня, когда Windows 95 был, я его раз 15 в день, там его запустить только с третьего раза можно было, а сейчас нам показали, что эта древняя технология, она еще живая, и она может быть кнопкой нажата, поэтому, если мы будем говорить о будущем, что нас ждет в будущем, в будущем нас ждет попытка, я не говорю, что получится, в будущем нас ждет попытка создания сильнейшего вот этого климатического хаоса, в будущем нас ждет попытка навязывания, вот, кстати, вот смотрите, давайте подумаем, вот банки, европейские банки рекомендовали коммерческим банкам не финансировать фермеров, то есть, не финансировать сельское хозяйство, и, а мы скажем, вон какие они плохие, вот они там, в Европе. То есть, в принципе, государство может даже законы никакие не переписывать? Нет. Просто на уровне банкиров еще не просветили. Да, да, банкам не советовали, да, или, например, а у нас можно выпустить дополнение к первой инструкции ЦБРФ, а там, знаете, в ЦБРФ есть отнесение кредитов группам риска. То есть, если у вас залог 200% от суммы кредита, это первая группа риска, по нему 0 ставка резервирования капитала. А если у вас без залога, у предприятия не было таких проектов на такую сумму, значит, там молодые какие-то инвенторы, ну, в смысле, изобретатели это все открыли, то четвертая группа риска. И когда банк вам выдает кредит 10 миллионов, то он должен создать резерв ЦБ 10 миллионов на тот случай, если кредит не будет возвращен, потому что гарантия того, что он не будет возвращен, близится к 100%. Понимаете? То есть, например, добавив одну единственную инструкцию и одну единственную поправку к первой инструкции, что все проекты в сельском хозяйстве относительно четвертую группу. О! Вот это круто! А поднять ставку рефинансирования сейчас ее поднимут, будет 21-25%. Эльвира Набиулина уже сказала, что это хороший такой таргет 25% годовых. А что такое 25% годовых для сельского хозяйства? Ну, просто я... Если кто занимается сельским хозяйством, вы мне сразу скажете, да, что вы возьмете кредит по 25% годовых на строительство, например, фермы для крупного рогатого скота на 7 лет. Когда вы его отдадите? Вообще. Ну, вы его отдадите или нет? Так это все будет делаться не на уровне правительства, а правительство может, например, или там президент может, например, опубликовать указ о стратегических целях развития сельского хозяйства в Российской Федерации до 30-го года и на период до 50-го. И предусмотреть 100-миллиардные затраты на развитие этой отрасли. АЦБ добавит поправку к первой инструкции, где будет сказано все сельхозкредиты четвертой категории, пожалуйста, да? И банк тогда будет сидеть и думать, так, блин, а кому же мне выдать кредит? Вот этому ипотечнику, где кредит первой категории, по нему не надо сделать резерву, потому что я у него отниму квартиру. Он же сделал первый взнос, квартиру все равно мне дороже, я ее продам, чем она у меня висит на балансе. Или на строительство коровника какого-нибудь, где мне нужно, если я ему выдам миллиард рублей, то мне миллиард надо резервов создать в ЦБ. Ну, очевиден же выбор. Ну, рыночек порешает, рыночек все порешает. А всего-то там поправка в инструкцию. Короче, руководство совершенно не важно, кто управляет вашими странами. Помните, как говорил Джон Рокфеллер? Да не важно, кто у вас президент, кто у вас премьер-министр. Важно, какую я пришлю электронную почту по PGP, по закрытому каналу Эльвире Сахибзадовне. И какую именно поправку она напишет к четвертому пункту первой инструкции Центробанка России. Все. Вот эта поправка, и я вам сейчас скажу, что учетная ставка Центробанка России управляет экономикой лучше, чем все правительство вместе взятое со всеми госкомитетами. Одна поправка управляет, понимаете, Россией. Вот и все. А у меня, например, есть в проекте свои поправки. Я вот знаю 3-4 поправки, которые достаточно даже не менять Конституцию, ничего не делать. Просто ввести 4 поправки какие-то, а можно их даже никуда не вводить, а просто на ухо шепнуть. И все здесь пойдет в другую сторону совершенно. Вот я знаю такое. Я знаю такое. Мы вас наймем, когда придем к власти. Я не сомневаюсь. Это вообще не важно. Геннадий, смотрите, тут вопрос такой. У нас уже около часа длится беседа. Хочется еще одной тематике коснуться, как раз связанной с финансовой системой. Россия в последнее время активно ведутся разговоры о том, что пора легализовать криптовалюты, мы активно их используем для обхода санкций. И американцы тоже, европейцы тоже об этом начали потихонечку выступать, что как это так, не закрыли лазейку для русских. Трамп поддерживает криптовалюты. Что могут сделать по этому поводу финансисты? Скамануть Тезер? Или какие есть еще вообще версии, как может быть нанесен удар по сфере криптовалют, чтобы было плохо и Трампу, и русским, и кто там еще криптой активно пользуется? Не знаю, насколько сейчас активно Китай пользуется криптой. Криптовалюту. все же очень просто. Вот буквально минуту назад я вам рассказывал, как ЦБ может какой-нибудь инструкцией, каким-то уточнением поставить на колени всю экономику России очень просто, без всякого воздействия правительства на эти процессы. Читаю. Пример. Мы развиваем криптовалюту. У нас есть постановление правительства о том, что для преодоления санкций, которые введены против России, мы делаем свою биржу, криптобиржу. Ура! То есть нам нужна своя криптобиржа. Когда я прочел это сообщение, я тут же написал критическую статью, очень большую, на тему, почему этого нельзя делать. Ни в коем случае. Там не тезер скоманет, а все кошельки этой биржи будут объявлены черными, и вся крипта, которая на них придет, она просто будет блокироваться на других криптобиржах. Вот и все, вот и вся ваша криптобиржа. То есть надо понимать, что в глобальном мире все будет сделано таким образом, то есть главное, как это контролируется, и кто это контролирует, все будет сделано таким образом, что чтобы вы не предприняли в этом направлении, ЦБ, например, вас подкорректирует. Вот читаем вчерашнюю новость, буквально у меня на канале. Мосбиржа разместила ЦФА на произведение современного искусства. Прекрасная новость же, да, правильно? То есть мы внедряем RWA, то есть Real World Assets, это активы реального мира, Потанин у нас цифровизировал платину, палладий, вы можете купить цифровую платину, цифровой палладий, а Мосбиржа, а что такое Мосбиржа, да, давайте разберемся, а Мосбиржа уже запускает ЦФА, то есть не только вам ваши эти нефтишки и всякие обезьяны и прочие, в России все уже люди, они запускают ЦФА. Вот, слушайте, для чего цель? По словам представителей Мосбиржи, выпуск ЦФА, то есть цифровых финансовых активов на объекты искусства в перспективе позволит предоставить инвесторам самые разные финансовые продукты, расширяющие возможности диверсификации их вложений. Добро же, правильно? Вот, что они разместили? И вот уже первый ЦФА размещен. Я бы прям вставил это в видео. Первый ЦФА это картина 1958 года, относится к живописи, исполненная в смешанной технике, на тушью и на бумаге 41 на 58 сантиметров, прото-сигналы номер 43. Автор этой картины, член Союза художников, Юрий Золотников, который умер 8 лет назад, уже прекрасная картина. Вы просто там, короче, на бумаге в клеточку 4 шарика, ну, это вот просто замечательное произведение искусства. Я вам просто хочу сказать, что правительство может постановление сделать о развитии криптовалют, а вот Мосбиржа, которая, давайте я прочитаю состав акционеров Мосбиржи, Банк России, первый акционер, второй, Сбербанк России, это этот Герман Греф, Греф, который пишет вам доброй ночи, меня всегда это пугает и удивляет, поскольку я считаю, что русский язык надо хотя бы уважать, ладно, не любить, но, а если ты Сбербанк, Сбер, то ты должен его любить дважды, когда тебе, ты открываешь приложение Сбера, а там пишут доброй ночи, в русском языке, в родительном падеже только прощание, доброй ночи, это спокойной ночи, переводится это все коннотация, таким образом, открыл приложение Сбербанк, тебе написали доброй ночи, переводится, нет, да, закрой приложение спи собака, спокойной ночи, то есть, ну, как бы, Сбер это не знает, дальше пройдем, состав акционеров Мосбиржи, ВЭБ РФ, и что, ЕБРР, О, Европейский банк развития, реконструкции и развития, а что это за структура, да, конечно, структура сидит в лондонском сите, и владеют ею, сити-менеджер, сити, если вы знаете, что такое сити в Лондоне, да, это, ну, скажем, такое, несколько квадратных миль, собственники которых не менялись последние 500-600 лет, и они, собственно, владеют всем, чем можно, да, и это собственники транснациональных корпораций, так вот, какие-то санкции, какое-то чего-то, оказывается, у нас в центре Москвы прям есть адрес, сидит, ЕБРР, который выполняет поручения российского президента, развитие криптовалют, как средства борьбы для международных платежей, для обеспечения финансовой прозрачности, и так далее, что они делают, отчитались, мы развили, мы взяли на бумагу, в клеточку, создали ЦФА на него, и написали во всех статьях, знаете, как меня учил мой учитель, главное же не работать, ты, главное, хорошо отчитайся, побольше прессы, и покажи, что ты сделал, расскажи другим, это же основная история в продвижении карьеры, в построении карьеры, тебе главное обязательно отчитываться, понимаете, вот по этому принципу это все и развивается, поэтому ответ на ваш вопрос, как Россия может противостоять при помощи цифровых валют, да вот так, создать никчемную биржу, потом отказаться от этой идеи, создать никчемные цифровые финансовые активы, которые вообще никому не нужны, более того, это даже профанация, это смешно, создать RWA, вот эти вот активы реального мира, то есть платину, золото, дальше, создать мировую валюту на блокчейне, которая будет зарезервирована российским золотом, и увезти это золото в Лондон, кстати, вы знаете, да, что до сих пор Центробанк золото все везет в Лондон, вот то золото, которое у нас есть в резервах, физически находится в Лондоне, и туда перемещается самолетами, хотя, СВО там, еще чего-то, я вот, когда я читаю такую информацию, я думаю, что МИ-6 говорит, что Россия заведует всеми наркотиками в мире, там, ну, в основном в Мексике и в Северной Америке, и я вот понимаю, что, ну, просто какой-то это сюрреализм, это даже не 1984, эти все произведения, эти скотный двор, это все устарело уже, это все устарело, потому что в мире постправды ваш вопрос, он содержит в себе часть истории из постправды, как Россия будет, какая Россия, куда бороться, с кем, а вот так она будет, вот так, вы получите клетчатую листочек из школьной тетрадки, где будет нарисовано четыре, то ли сперматозоиды, то ли молекулы, я вообще не понимаю, и все это будет называться протосигналом, поэтому ваш вопрос состоит полностью из протосигнала, как Россия будет бороться, а еще я сегодня, знаете, интересную вещь, там, в своей закрытой группе написал насчет бороться, смотрите, для того, чтобы бороться, нужна стратегия, вот наш один известный популяризатор науки написал в группе, что состоялось такое собрание, ну, кстати, там был наш философ Дугин, которая хотела выработать какую-то стратегию, нам же для того, чтобы развиваться, нам нужна стратегия, понимаете, и все это собрание пришло к тому, что начали говорить, какой Запад плохой, то есть свою стратегию мы уже не обсуждаем, и я объясню, и на самом деле я очень уважаю Дугина, очень умный человек, это он все правильно сказал, какую бы мы здесь стратегию не обсуждали, мы должны понимать, что ей будет, если эта стратегия направила на позитивное развитие, ей будет оказано просто страшное противостояние со стороны Лондон-Сити, понимаете, и поэтому я говорю, что если вы в России хотите делать позитивную стратегию, например, вот они обсуждали вопросы образования, вопросы развития здравоохранения, что бы вы ни делали, у вас ничего никогда не получится, у вас должна быть по пунктам разбита стратегия, а стратегия может быть только у хищника, а если вы травоядные, мы за мир во всем мире, мы за сотрудничество, как говорит наш президент, наши западные партнеры, господа, никакая стратегия не будет работать, это первое, второе, старый мир провалился, и старые мировые правила провалился, они уже работать не будут, а если мы будем рассуждать, что это наши партнеры, тогда получается, мы что, травоядные, а стратегия может быть у хищника, у хищника какая стратегия, он лежит в засаде, ждет, и летит сверху орел, ищет мышку, у совы своя стратегия, и у нее ночная охота, они хищники, и поэтому у них все получается, вопрос, какая стратегия у мыши, какая стратегия у зайца, у зайца не может быть стратегии, во-первых, стратегия, она не может быть разработана на один день, должна быть длинная, а зайц не доживет до завтра, потому что его лиса поймает и сожрет, или волк его сожрет, стратегия может быть у хищника, поэтому, если ваша стратегия начинается с того, что мы будем там прятаться, или мы будем развивать, улучшать, то все, вы уже проиграли. Стратегия есть у США, у англосаксов. У них есть стратегия. А давай мы ударим по Ирану. А давай мы ударим, а давай мы войну организуем в Тайване с Китаем. А давай мы организуем войну России с Украиной. А давай мы еще чем. Вот это стратегия. Поэтому еще раз говорю, русская стратегия, если вы говорите о стратегии, она смешная. Она должна начинаться с пункта ноль. Пункт ноль. То есть первый, второй, дальше. Но пункт ноль. 100 мегатонн на Лондон. Дальше уже можно первый пункт начинать писать. И я тут видел один очень умный человек говорит, что сумасшедшие люди с больной головой предлагают бомбить Лондон. Да они идиоты. Да ты сам идиот. Да ты просто травовядная вообще. Стратегия, запомните, может быть у хищника. И мы, русские, захватили такую территорию только потому, что мы были белыми колонизаторами. Понимаете? Другой вопрос, что наш захват территории, он был гуманным. Мы сохранили все народы, дали письменность тем народам, у которых ее не было, сохранили их культуру. Но бомбить Лондон уже не похоже на гуманность. Нет, нет, нет. Я вам просто говорю, что... О чем мы с вами говорим? Что они делают, что нас ждет и что нам делать? Вот я вам говорю, вы, если начнете разрабатывать любую стратегию поведения, например, в будущую пандемию, а что нам делать, если по нам климатическое оружие применят? Ну, давайте, давайте будем дамбы строить, о, давайте дома строить, и железо... Да нет, ребят, у вас же есть 100 мегатонн, но вы же знаете, куда ее надо доставить, чтобы не было... То есть, вы устраните первопричину, но это все равно, что мы будем лечить с вами чуму мазью, акридермом, кремом помажем, и вот чума пройдет. Нет, надо убить, надо убить паразита, понимаете? Невозможно договориться с чумой, невозможно с ней вести переговоры, невозможно ее склонить к добру, невозможно ее перевоспитать, да вообще ничего с ней невозможно, понимаете? Если есть чума, в контейнеры ее сжечь вообще, в кратер вулкана бросить, чтобы она там сгорела. Поэтому о стратегиях говорить, ребята, ну... Надеюсь, что мы найдем какие-то более избирательные оружия, а не оружие массового поражения, но ваш пафос мне понятен. Друзья, что думаете вы, пишите в комментариях, подписывайтесь на YouTube-канал «Геннадия М» по ссылке под роликом. Ставьте лайки. Геннадий, до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok